Здравствуйте! Как всегда в это время мы имеем прекрасную возможность получить ответы на волнующие нас вопросы. В эфире программа телекомпания ХТВ «Беседы с Владыкой Павлом». Неизменно на ваши вопросы отвечает Патриарь Шекзарфовской Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Владыка, здравствуйте! Здравствуйте! На наши телефоны, на электронную голосовую почту поступают ваши звонки, ваши вопросы из разных городов России, от Владивостока до Калининграда и из разных стран ближнего и дальнего зарубежья. Но начать хотелось бы вот с какого вопроса. Вот в прошлой беседе вы нам рассказали о том, чему на самом деле надо радоваться человеку в этой жизни. Но ведь бывают ситуации далеко не безрадостные, например, одиночество. Но я подумал, на самом ли деле бывает человек одинок, или он просто чего-то не замечает в жизни? Бывает, бывает одиноким человек. К сожалению, знаете, многие люди боятся одиночества. А есть люди, которые стремятся к одиночеству. Но это не значит, что они стремятся к одиночеству. Нет. Многие, мы знаем, подвижники благочестия, которые уходили в пустыни, в горы, в леса, вроде бы оставались один на один с природой, но на самом деле они не были одинокими. Они уходили в леса, в горы, в пустыни для того, чтобы там найти Бога и общаться с Богом. Таких людей мы называем люди, они одинокие, они анахореты, они подвижники благочестия. Но они не были одинокими. А одиночество, оно происходит, на мой взгляд, от того, что человек опустошается. Он даже может и в обществе жить, в обществе, но быть одиноким. Вот. Потому что нет у него вот такой цели, к которой можно было бы стремиться. У верующего в Бога человека одиночества не может быть. Он стремится к Богу. Есть прекрасная возможность каждому человеку общаться с Богом. И лучше этого общения ничего на земле не придумаешь. Вы знаете, я вспоминаю, как описывали об одном подвижнике, который, находясь в пустыне, ученик заметил, что его наставник и старец молятся ночью. И вот уже на рассвете старец-подвижник так увлекся молитвой, и вдруг начало восходить солнце. И он, обращаясь, этот подвижник в молитву, как солнце, зачем ты встаешь, ты нарушаешь мое общение с Богом. Вы понимаете, даже солнце нарушило общение с Богом. Он так общался с Богом в молитве. Его это услаждало, его это умиротворяло. И вдруг даже солнце нарушило вот такое общение с Богом. Многие люди, возьмите преподобного Сергия, преподобного Серафима Саровского, разве они были одинокими? Но они уходили в лес. Кто-то уходил в пустыни, кто-то в горы. Они не были одинокими, они искали общение с Богом. И это общение с Богом, оно компенсировало абсолютно все. И даже еду, и даже воду. Они не нуждались даже в пище, понимаете. Вот это общение с Богом, оно наполняло все человеческое естество всем необходимым для жизни. А преподобная Мария Египетская, что, разве она была одинокая? Совсем нет. Сегодня, к сожалению, многие люди не знают этого пути к Богу. И именно поэтому они становятся одинокими, даже живя в обществе. Кто-то сегодня стремится обязательно иметь у себя дома телефон, чтобы можно было хоть с кем-то как-то пообщаться. Сегодня для многих вот таких людей одиноких единственная радость и удовлетворение – это включить телевизор и хоть что-то там послушать, посмотреть. И вот они, и они думают, что они уже не одиноки. Ну и что закончилась программа, и он опустошенный, он не только одинокий, он вообще становится опустошенным человеком. Все выхолощивается из души человека вот этими пустыми программами. Они ведь не обогащают. Поэтому я, знаете, иногда с такой радостью слышу, когда мне люди говорят, вы знаете, мы перестали смотреть какие-либо программы, смотрим только программу «Союз». Потому что там хорошие, добрые вещи, там можно такого хорошего, доброго послушать или даже увидеть, что как-то так вдохновляет. Знаете, настраивать на хорошее, доброе настроение. Хочется жить, хочется радоваться, хочется молиться, хочется что-то доброе сделать. Есть вот такие программы, которые действительно вдохновляют людей. А посмотришь сегодняшние передачи телевизионные, сплошные убийства, сплошное насилие, рэкет, вымогательство, кровь. Ну и что, разве это может как-то облагородить человека? Совсем нет. Опустошает человека, страх вселяет, знаете, апатию к жизни. И люди становятся несчастными, просматриваете программы. Опять же, безысходность такая. Да, вот, пичкают человека пустышкой. Вроде бы он чем-то занят, а на самом деле пустышкой. И мало того пустышка, еще и высасывает соки внутреннего состояния человека. Вот, хорошая есть добрая традиция. Пожилые люди совершенно ведь не случайно приходят в храм, очень многие. Потому что понимаешь, что вот придешь в храм, помолишься и уходишь из храма каким-то таким вдохновленным. О духотворенном, знаете. Вот, я знаю, что сегодня многие пожилые люди, даже, слава Богу, и молодых очень много объединяются в сестричество, в братство. Которое, знаете, все вместе оказывают нуждающимся людям какую-то помощь. Просто сходят, побеседуют, пообщаются, почитают Священное Писание. Вот, они не одинокие, потому что у них представляется сегодня прекрасная возможность общаться друг с другом. Помогать друг другу, вдохновлять друг друга, делать что-то хорошее и доброе. Вот эти дела милосердия, они сегодня чрезвычайно важны. Вот, и, конечно же, молитва. Молитва чрезвычайно важна. Но, к сожалению, сегодня не все знают этот путь, который может это одиночество прекратить. Это путь молитвы, путь общения с Богом. Это чтение Священного Писания. Да, кто-то читает другие светские книги, романы. Но они все равно, так же, как и пустые телевизионные программы, они не вдохновляют, не наполняют душу человека живым, животворным каким-то духом. А чтение Святых Отцов, чтение Евангелия, чтение Псалтирия, оно всегда вдохновляет, наполняет. Потому что это еще и молитва с Богом. Когда мы читаем молитвы, то мы обращаемся к Богу. А когда мы читаем Священное Писание, то Господь к нам обращает свои слова. Вот общение с Богом. Те, кто живет настоящей такой христианской жизнью, он не одинок. Благодарю вас, Владыка, теперь вопрос наших зрителей. Ольга из Костромы. У нее мама умирает в очень плохом состоянии, крещеная. Но раньше никогда не ходила в храм. Можно ли ее соборовать? Вы знаете, я и нашим священникам часто говорю, и мирянам тоже рассказываю. Вы понимаете, ведь таинство соборования, как мы говорим, или таинство елеоосвящения, вот так оно у нас официально именуется, оно совершается над человеком, который болен, не в состоянии уже встать, но он еще в раннем возрасте или среднего возраста. И мы молимся, чтобы Господь его восставил от одра болезни, то есть исцелил его. А человек, который уже на смертном одре, и что мы все уже прекрасно понимаем, что ему скоро уже надлежит перейти в жизнь загробную, то в этом случае таинство соборования или елеоосвящения, наверное, не совсем правильно совершать. В этом случае стремиться надо совершить таинство покаяния. Вот что очень важно. Чтобы человек еще вспомнил что-то недоброе, нехорошее, принес покаяние и, прочитав молитву разрешительную, чтобы Господь простил ему все прегрешения, вольные и невольные, да еще если и причаститься к телу и крови Христовой, вот это чрезвычайно важно. Поэтому для тех людей, кто уже на смертном одре, для них, ну, знаете, нецелесообразно совершать таинство елеоосвящения. Мы же понимаем, что он уже умрет. Он уже вот в стадии перехода. А мы говорим, нет, Господи, ты восставь его от одра болезни. Ну, сама молитва не соответствует этому, да, состоянию человека. Поэтому перед умирающим или для умирающего правильно будет совершить таинство покаяния и причастить его. И почитать, может быть, ему и псалтирь можно почитать, можно почитать Священное Писание, вот чтобы он не был в таком тяжелом состоянии, да. Вот надо с ним почаще, с таким человеком общаться. И лучше всего не просто прознословить вот о чем-то, о ком-то, да. А вот на одре лежащем, готовящемся к переходу в вечную жизнь, лучше всего почитать Евангелие. Прямо садитесь и читайте Евангелие. Прямо все подряд. Ну, вот сколько есть сил, возможностей, времени и настроений. Читайте, чередуйте, читайте. — Галина из Амурской области. Можно ли поминать в храме человека, которого после смерти не успели отпеть? Не смогли, не получилось, видимо. — Ну, вы знаете, у нас практика есть, совершает отпевание на третий день. Вот, ну, я знаю, что сегодня иногда и отпевает уже и на второй день. Вот. Почему на третий день? Потому что раньше не была, знаете, диагностика настолько в высоком уровне, как она сегодня. Ну, всем понятно, что человек умер. А почему на третий день так сложилось, что были случаи, когда человек впадал в литургический сон, его живым, оказывается, заснувшим хоронили. Вот. Чтобы такого не случилось, вот уже хоронили на третий день, когда уже все понимали, что тело предано тлению, начинает уже подвергаться тлению усопший человек. Вот тогда уже все понимали, что, да, вот все, теперь он уже не проснется. Вот. А если понятно, что человек умер, то можно и на второй день хоронить. Я знаю, были случаи и есть такие, что даже и на первый день хоронят. Не только мусульман, у мусульман на первый день хоронят, а у христиан на третий. Но это исходя из того, о чем я сейчас сказал. Вот. И, конечно, вот он умер сегодня, послезавтра будем поминать, совершать чин отпевания, а сегодня и завтра, надо же поминать, конечно, поминают его. Другое дело, что никто не совершал, похоронили, никто его не отпевал. Но тут в этом случае я бы близким родственникам посоветовал бы прийти в храм. И в этом случае заказать надо, попросить священника, чтобы совершили, ну, заочно это уже отпевание. Вот упоминать, конечно, можно. Умер человек, уже можно упоминать. — Татьяна Волгоград, как подавать милостыню? Потому что у нее сомнения, ведь среди нищих попадаются и пьяницы, и всякие другие люди. — Вы знаете, действительно, это тоже такой вопрос, на котором, может быть, и следует остановиться немножко. Я вспоминаю святителя Иоанна Златоустова, который говорил о своей пастве, обращаясь, что если вы знаете, что этот человек, которому вы сейчас дадите копеечку, что он ее точно пропьет, не подавайте. Если вы подадите, зная, что он ее пропьет, то вы становитесь соучастником его пьянки. Но это о тех, которых уже люди знают, что он пропьет. Когда мы проходим, допустим, мимо людей, которые просят милостыню, но подавать, не подавать, если мы будем рассуждать, то мы уже будем совершать суд над этими людьми. Хотите или не хотите, мы же их судим уже. Пропьет, не пропьет, продаст, не продаст, отдаст. Не отдаст, не совершайте суд. Я, знаете, вспоминаю одного человека, который подавал людям вот так вот. Ну, шел, как обычно, подает. Его близкий друг ему говорит, слушай, что ты подаешь? Они же не нуждаются или пропьют. Зачем ты это делаешь? Знаете, он что сказал? Он говорит, вы знаете, я иногда тоже размышляю на эту тему, и мне думается, что я не буду его судить. Зачем я его буду судить? Пусть его Господь судит. Я делаю то, что я должен делать. Вот я всем раздал. Он говорит, ну зачем ты им раздаешь? Он говорит, понимаете, для меня лучше и легче подать, нежели просить. Я ведь тоже могу оказаться на его месте. В любой момент от суммы и от тюрьмы не отказывайся. И я могу в любой момент оказаться на его месте и быть таким же, как и он, попрошайничать. Или просить милостыню. Так вот, лучше я буду раздавать, чем просить. Я не буду судить людей. Я им просто подаю. Я знаю, что я, Господи, ради тебя подаю, ради Христа, Господи, ради тебя я подаю. Примите ради Христа всем. А суд я над ними не хочу совершать. Пусть Господь их сам судит. Вот такой был, знаете, интересный случай. Да, и поэтому не судите. Но если вы знаете точно, что вот кто-то из ваших близких, там, или знакомых, что он точно пропьет, тогда давайте ему какие-то продукты. Вот. Я иногда советую, а мне приходят и говорят, а вы знаете, мы говорим, мы тебе, хочешь, хлеба дадим, хочешь, мы тебя покормим. Он говорит, нет, мне этого не надо. Ах, тебе этого не надо? Тогда иди работай. Мы тебе, ты просишь милостыню, тебе надо на хлебушек, да, пойдем, я тебе дам хлеба. Они говорят, хлеб нам не надо, да, денег. А денег тебе надо, тогда иди и зарабатывай. Вот. Так что, если у вас есть вот такие с ними, знаете, общения или возможность общения такого, да, тогда поговорите, если вы знаете, что человек недобросовестно просит или на какое-то дело. Ко мне как-то раз подходил, знаете, еще в Рязанском епархиальном управлении, подошел. Батюшка, помоги. Я говорю, вы знаете, мы здесь не подаем возле епархиального управления. А что вы хотите? Он говорит, батюшка, мне кушать не на что, подайте мне. Я говорю, а к вам кушать не? Кушать хотите? Да, кушать хотим. Я говорю, вот сейчас сходите вот сюда в монастырь, скажите, что я вам благословил, вас там покормят, вам дадут там поесть. Знаете, вот что он мне сказал? Я не пойду туда. Я говорю, а почему вы не пойдете? Мне надоела уже эта гречка. Там все время гречкой угощают. О, брат, я говорю, ты еще разбираешься. Да, так ты, оказывается, не голодный. Он говорит, ну не хочешь подавать, ну и не надо. Вот. И повернулся, ушел. Ну, я узнал просто его, да. Но есть люди, которые действительно нуждаются. А есть люди, которые действительно нуждаются, но стесняются просить. Поэтому вот я в таких случаях часто вспоминаю святителя Николая, архиепископа, мирликийский чудотворца, который еще в юности своей знал, искал таких людей, которые нуждаются. Не те, кто просит, вот, а те, кто действительно нуждается. И вот именно поэтому ему Господь дал такой особый дар – помогать людям, что он при жизни своей искал таких людей. Не ждал, когда к нему обратятся, а сам искал и помогал. Вот в этом заключается, наверное, тоже очень важная составляющая совершения дел милосердия – помогать людям. Вопрос, который поступил нам на голосовую почту. Наша телезрительница из Москвы. Ее сестра была в одном из монастырей, и там ее попросили потрудиться во Слово Божие. Но так как ей надо было в этот день возвращаться на учебу, она извинилась, но отказалась. Но монахиня при этом отказе ответила на это отказ, ответила и с явным осуждением. Сестра очень разволновалась и теперь думает, что она сделала что-то такое совсем неправильное. Как ей реагировать на происшедшее? Вы знаете, к сожалению, у нас, к сожалению, очень часто такое происходит. Но, вы знаете, я, прежде чем сейчас ответить на этот вопрос, хочу сказать о том, что мы не всегда все правильно понимаем, что такое монастырь и что такое храм или приходская жизнь. Монастырь, как и храм, это духовные лечебницы. Вот если хотите, это госпиталь. Куда люди приходят. Храм приходской – это как поликлиника, а монастырь – это как госпиталь, где люди уже пребывают более длительное время. Так вот, когда мы приходим в поликлинику, вот, и видим, что там кто-то сидит с перебинтованной рукой, ногой, кто-то хромает. Вот, если вы что-то прошли, и вам он что-то сказал нехорошее или колкое какое-то, как вы на это реагируете? Все говорят, больной он и есть больной, да? Вы никак не реагируете, потому что это больной. А пришли в госпиталь, там люди уже более длительное время пребывают, но они там тоже болеют, они тоже инвалиды, они тоже больные. И если вас какой-то больной обидит, как вы реагируете? Ну, никак. Ну, больной, ну, как на больного реагировать, да? Так вот, монастырь – это тоже госпиталь, это тоже духовная лечебница, а храм – это поликлиника для души. Там тоже все больные. Если мы так будем реагировать, что, знаете, меня там какой-то псих обидел, да? Ну, вам скажут, ну, псих он и есть псих, больной он и есть больной. И монахини, и инокини – это тоже больные, духовно больные люди. Да, они захотели стать лучше, они захотели исцелиться, стать цельными. Но, вы знаете, к сожалению, такое случается у нас очень часто в монастырях. И это, ну, вы знаете, я бы не сказал, что он из ряда вон выходящий. Это естественное, нормальное состояние. Вот если бы вы пришли в место, где пребывают ангелы, и ангелы бы вас обидели, вот тогда, наверное, вы бы могли возмутиться. Но такого не будет, потому что ангелы – это уже святые ангелы. Вот, так же, как вас и подвижники настоящие никогда не обидят. А добрые подвижники благочестия, старцы, они всегда вам какую-то хорошую повязочку дадут, или какой-то пластырь хороший наложат, хорошее доброе слово скажут. Вот, поэтому не обижайтесь. Но, с другой стороны, мы, руководители епархиальных управлений, или управляющие епархиями, мы несем ответственность и пред Богом, и пред Церковью за состояние этих приходов, храмов и монастырей. Поэтому я в таких случаях своим всем говорю, если вы что-то увидели, или услышали, или знаете, что-то происходит нехорошее, недоброе в наших храмах и монастырях, пишите в епархиальное управление, пишите письма, но только, пожалуйста, подробнее, или конкретно указывайте. Не просто вас кто-то там обидел, а кто конкретно, кого можно потом пригласить и с кем побеседовать, кто из живущих в монастыре наиболее буйный такой, кого надо привязать, кому надо какую-то такую припарочку устроить. Вот, и буйные у нас есть такие, да. Поэтому я бы посоветовал вам не обращать внимания, и то, что ваша сестра сказала, что ей надо ехать на экзамен там или учиться, правильно, а как еще можно было поступить? И та инокиня или послушница, она неправомерно поступила, превысила свои полномочия. Я никого осудить не хочу, но просто те, кто приезжает в монастырь, они же хотят что-то сделать хорошего, доброго. И если у них есть возможность, они будут трудиться. Если нет, не обессудьте. А у горя, конечно, и беда в том, что кто-то вот из монахинь или иноков вот в адрес этого человека, отказавшегося, желает что-то недоброе. Это неправильно. Раиса из Краснодара спрашивает, ну, во-первых, ситуация у меня такая сложная, болеть дочь очень тяжело. Так вот, ей сказали, что если сменить имя девочки, то все поправится. Так ли это? Не так. Даже, простите, Владыка, даже советуют перекрещиваться. Есть такие случаи. Это суеверие, это глупость. Не делайте этого. Не делайте, потому что это ничего не даст. Ни вам, ни вашим близким. Вот. Совершенно характерно и свойственно каждому человеку и болеть. И у каждого будут какие-то трудности, печали, скорби. Но перекрещивать – это суеверие. Знаете, вот какой-то так магизм такой. Сейчас я вот все изменю, и все пойдет. Это не будет такого. Вот так, знаете, сменить пластинку и начинать заново не получится. Не делайте этого. Ну, и в конце программы, Владыка, как всегда, блиц ответы. Александр Екатеринбург. Есть ли у церкви больницы для душевнобольных? Я не слышал, но знаю, что наши и священники, и монахи, и монахини окормляют такие больницы в городах, в других поселениях. Галина из Москвы. Можно ли поминать людей, которые не ходят в храм, хотя и крещены? Можно, конечно. И нужно даже. Антонина из Брянска. Ее бросили дети. Что делать? Только могу посочувствовать Антонина. Вот мы и говорим, что детей надо воспитывать с самого раннего возраста. Воспитывать надо так, чтобы они вас не бросили. Ну, вот теперь разводим руки. Ну, теперь что, молитесь только за них. Не хочу ни вас не судить, никого другого, но, видимо, ошибки были в воспитании своих детей. Знаю, что кто воспитывает хорошо, тех дети не бросают. Могу только посочувствовать. Примите сочувствие. Наталья из Белгорода спрашивает, как поминать человека по имени Станислав? Ну, вы знаете, сегодня одно из направлений межсоборного присутствия работает. Вот в этом направлении определиться с именами православного имени такого нет. Вот, конечно, молиться за такого человека надо, если он крещеный. Но вот те, кто крестил, или тот, кто приходил креститься, надо было как-то запомнить, с каким именем его крестили. Но что касается Станислава, в католической церкви есть такое имя. Вот у нас, у православных, нет святых. Ну, есть нечто похожее, совместимое, это Стахий. Вот, Станислав Стахий. Может, как Стахий. Но вы спросите у самого Станислава, как его крестили, с каким именем. Благодарю вас, Владик, за беседу. Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Боже благословение пребывает со всеми вами. Пусть Боже благословение пребывает со всеми вами.